Накапливание жира продолжается. Сыр Моздам на хлебушек запеченный. Доброго всем утра! Так, а у нас начинаются сильные ветра, прям практически ураганы. Написано, что будет до 130, по-моему, метров ветер. Вот, сегодня у меня тут надулась вся моя теплица, и поэтому пришлось снять баш, этот, ну, накрывашку. Смотрите, я рассадила все те бедные цветочки, которые спасла, вот, в новую клумбу. И еще у меня взойдут здесь корешки, я посадила. Ну и также еще посею сегодня солянку. Здесь тоже сборная солянка, вон лилии взошли, я вижу. Пока еще не ясно, но потом будет красиво. И уже начинает распускаться, смотрите, авокадо и тоже авокадо, посаженные семечек. Посмотрите, здесь поднялось. Так, ну и хорошо, что я ей открыл, потому что ночь у нас теперь плюс семь где-то. Так что нормально для моих посадок. Все прольет как следует дождями. В общем, все прет, все надо потом рассаживать, пересаживать. Редиска пока маленькая. Ботва большая, главное, вырастает, а сама редиска маленькая. Не из-за того, что, вот не говорите мне, что из-за того, что она рядом сидит. Она довольно-таки далеко друг от друга сидит. Ну, нормально, так скажем, ей хватает места. Просто она какой-то сорт вообще дурацкий. Вот у меня салат. Вот эта редиска вообще какой-то гэ, потому что она, ну вот она вырастает такая длинная и все. Вот, вот это разве редиска, одна ботва, блин. Уже который раз я сажаю, покупаю разные причем пакетики, но в моей земле, видно, не произрастает как надо. Смотрите, какой лук вырос классный. О, прям буквально за несколько дней. Вот это тоже все нужно пересаживать, пикировать в разные горшочки. Вот какое-то я уже начала пересаживать. Ну, в общем, короче, работы. Мамма миа. Караюль, помогите. И еще я, наверное, посею сюда, посею сюда, уже засуну кабачки, семечки кабачков. Пусть они здесь сходят. Короче, хочу в этом году, чтобы здесь у меня все затянуло с кабачками. Пока что листовая свекла сидит и то такое старье со вчерашнего года. Вон там я пересадила, они все что-то упали. Ну, посмотрим. В общем, здесь у меня будут кабачки и натыкано между ними там укроп, того сего. Вот эту сторону мне нужно доделывать. Вот это все опять обрезать пирог этот и ставить туда доски. О, чем я сейчас займусь. Смотрите, у меня вот здесь сидят. Вот это все малина. Вот здесь у меня сидит черная смородина и у меня еще один кустик красный есть. Значит, черная у меня здесь. Два куста, наверное, близко я их посадила. Ну, хотя... А, это же из одной семьи. А красную смородину я, наверное, воткну вот сюда. Каждую весну... Смотрите, вот это слива, да? Каждую весну у меня вот тут вот вырастают еще сливы такие вот. Куча. Мне придется их выкапывать и пересаживать вдоль забора. Каждый раз у меня что-то вырастает, новый какой-то куст. И я его пересаживаю вдоль забора. Как красиво персик начинает зацветывать. Смотрите. Это маленький персик. У меня еще есть огромный персик. Вон там, но он еще не начал пока цвести. Смотрите, какие разные варианты. Вот такие маленькие. Вот такие ярко-желтые. Вот это вот не знаю что, наверное, белые какие-то выйдут. Еще есть вот такие. Смотрите. Вот такие. Еще не все зацвели. Все постепенно вылезают, зацветают. Смотрите здесь. Какая прелесть. А, смотрите, здесь синий даже есть. Синий даже вылез. В общем, розовые. Ой, этот упал аж от тяжести. Сорву-ка я тебя домой. О, какой огромный. Вон беленькие. А, запах. Я не могу. Это что-то. И здесь у меня вон цветник какой уже. Цветничок. О. 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 Юку называется, которая у меня дома росла. Ну, вот она от мороза пострадала. Ну, ничего страшного, она не умерла. Так что отойдет и будет красавицей летом. А зимой все-таки надо ее накрывать, наверное. Еще больше распустился куст. Уху-ху-ху. Такой же у меня еще стоит вон там перед домом. И еще там на аллейке. На въезде, вернее. Ну, вот этот газон, это что-то. Сейчас я вам сюда вставлю видео, которое я на ТикТок делала. И это не лес, это мой газон. Причем по нему ходишь, топчешь, а он все равно вот такой. Ку-ку. Посмотрите на него. Это он чай заваривал. Тихо, головой не стукнись опять. Пойди сюда, пойди, болванчик. Ой, прикол. Это такая штука на чайник, знаете, таджикская. Здрасте. Здрасте. Прикольно. Смотрите, какие классные. Красота. Ну, мне надо вазочку покороче, пониже. Это очень большая для них. Поэтому сейчас я еду в магазин смотреть вазочку. Ага. Едет такой. Мой красивый мальчик. Аллосый. Я думаю, что ты знаешь, что телефон я проверил, если на нем есть. А? Да. Все, перестань меня про телефон спрашивать. Я просто на сайт зайду и потом заодно на Google Play. И все. Я не буду ничего скачивать. Я просто смотрю. Я не буду скачивать. Ага. Перестань меня каждую минуту спрашивать про гаджеты, пожалуйста. Смотрите, какая мимоза. О-о-о-о. Вся намокла. Мне кажется, под такой тяжестью они могут сломаться ветки. Красота. Ой, какой тяжелый, Денис. Ой, какой тяжелый. Как его тяжело нести. О-о-о. Вот так еле-еле тащу вообще. Бедная моя спинка. О-о-о. Обидно же на видео. Сначала было видно, а потом я зазумела. Осторожно, ты пять часов. Но вы очень быстро на меня едете, я не успеваю с такой скоростью. Ммм. Чика-чика. О-о-о. 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 Ну что, друзья, я в магазине. Видите, да? На кассах уже тоже никого нет. В масках. Но. Ну, я имею ввиду самих продавцов. Но люди ходят замаскированные. Очень много, очень много. Вот. И, в принципе, все есть. Масла полно. Всего полно. То есть, магазин забит, как обычно. Всего полно просто. Вот, пожалуйста. Кто-то говорил, масло в Германии пропадает. У нас полно. Всяких разных. Так, а теперь я в нашем магазинчике. Как он называется? Ля-Аля. 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 Денису штаны смотрю. Вот тоже народ здесь заходит вот так. Все у нас свобода. Свобода. Смотрите, какой я нашла. И это, между прочим, было в отделе беременных. Огромный размер. И получилось 50% скидка вообще дешево. 15 евро где-то. И он такой приятный, струящийся. Мне очень нравится. Тук-тук-тук-тук-тук. Такой вот. Сейчас скажут, вот дурочка какая-то стоит. Трясется. У меня в последнее время прикалывают балахонистые вещи. Вот такая еще ковтейка есть. Она как платок. Видите, получается все такое. В общем, я думаю, что я ее тоже возьму. Тоже 50%. Скидочки. Ну и Денисону набрала тоже. Денис довольный. Накупил? Денис довольный. Денис довольный. Перед нами стоят тетеньки Бес. Одна В. И у продавщиц они на бороде. Так, Дениса привезла в макирю. Это вот такая вот тут штука интересная стоит. Макирючик там. У них тут еще и спортивные места. Классно. Так, а маменька куда поехала? А маменька поехала пить кофе. В этот прекрасный замок. Какая красота. Смотрите. Гиацинты тоже. Ой, какая прелесть. Супер. Такой цвет вообще. Это что-то. Какое приятное утро. Хоть и мрачно. Сумерки. Но здесь такая атмосфера. Это что-то вообще. Здесь очень приятно. Я здесь перезагружаюсь. Я уже не раз говорила. Мне сегодня тут опять перепало. В общем, мне разрешили вырыть один кустик Родандендрума. И всякие там еще цветочки. Потом покажу в своем саду. Всегда тут подарки. Как морозко приезжаешь сюда. Всегда какие-то подарки. Спасибо. Спасибо. Я люблю спать вот в этой комнате, когда приезжаю. Покажу потом. Покажу потом. Такая тишина. Капец просто. Тут даже прикоснешься вот так вот к данному вековому. как будто перезагрузка. Я уже не говорю, когда ты обнимаешься с каким-нибудь дугом, которому 200 лет здесь вот в аллеях. Какая прелесть. Какая прелесть. Так, все, я тут сейчас развалюсь. Надеюсь, что здесь какашек нет от собак. А, какая прелесть, друзья. Проникнитесь атмосферой. Надо ловить кайф от жизни, друзья. Кому что нравится? Мне нравится. Природа и тишина. Красота. Что это за трава? Кто знает. Она безумно пахнет. Она безумно пахнет. Она безумно пахнет. Это что-то. Только у замка растет такая трава. Больше нигде не видела. Кстати, пойду-ка я посмотрю дикие орхидеи. И, наверное, они сейчас уже взошли. Коленочки мои хрустят, конечно. Смотрите, обычное поле. Обычное поле. Что мы видим среди поля? А мы видим... А мы видим нарциссы пушистые. Смотрите. Смотрите, какие дикие. Так, ну, не появились еще орхидеи пока. Вот это что? Тоже какой-то новенький. Орхидеи пока не появились. Но здесь потом я вам покажу. Здесь будет очень много диких орхидей. Так, пойдем там посмотрим. Ау. Я тут. Нарциссики. Нарциссики. Так, меня ищут. Мне подарили плафон на лампу, на мою новую. Вот. Смотрите, какой классный. Это манер какой-то. А это большой. Это не простой. Это какой-то плафон. Ну... Пошли, перепутим. Наелись, напились. Наелась, напилась. И вот еду домой. Опять с кучей всяких растений. О, еду сейчас за Денисом. Забирать Дениса из его лагерька. И потом поедем... Поедем за кроссовками, потому что у него уже старенькие. А потом на теннис. И пока будем на теннисе, он будет на теннисе, я буду лайвить. Как говорится, тяжела и неказиста жизнь великого артиста. По-французски, Le Chateau это замок. Замок 13 века. Смотрите, какой колорит. Ой, лосятка. Лосятка пасется. Раньше меня соседи приводили сюда. Вон там ставили такую, натягивали штуку. И около моего дома ставили, чтобы она там траву ела. Но не эта, другая рыжая лошадь. А как эту золот, не помнишь? Вот эту светленькую. Монализа, да. Прикол. А как ее звать? Монализа, Монализа, Монализа. Вот так, да? Или Мона, Мона. Мона. Монализа. Монализа. Как жалко, что вот эти все сосны высохли. Так красиво раньше было. Монализа.